Подобрать подходящее видео под такой праздник, как День без автомобиля, крайне сложно. Да и сама дата, наверное, как насмешка над нашим миром, в котором количество авто уже давно перевалило за миллиард. Дотошные социологи также подсчитали, что автомашина каждый день убивает более трех тысяч человек. Впервые водители согласились на один день стать пешеходами в 1997 году в Великобритании. К началу нулевых к пешему движению присоединились уже 35 стран мира. А вот и подходящее видео. Кстати, именно так, на двух колесах, этот праздник и приходит во многие города. Да в ситуации пробок эти люди просто на коне. Покорителям стихий посвящается. 27 сентября во всем мире отмечается День туризма. Праздник занял эту нишу в календаре потому, что именно в этот день, в 1970 году, был принят устав Всемирной туристской организации. Эта структура отвечает за экономическое развитие отрасли и ее доступность. И самый доступный туризм, он же настоящий, это не самолет и комфортная гостиница. А вот когда наматываешь километры по всему тому, что нерукотворно, лесу, речке, горам, тогда и становишься путешественником в самом высоком смысле этого слова. У него разрывается телефон, то и дело остывает кофе от большой загруженности. А его настроение – лучший гороскоп на рабочую неделю каждого сотрудника. 28 сентября Россия отмечает День генерального директора. Как грамотно озадачить и мотивировать сотрудников? Как извлечь максимальную прибыль с минимальными затратами? Обо всем этом ежедневно болит голова у 800 тысяч человек. А именно столько гендиров насчитывается в нашей стране. Удобное кожаное кресло? Нет, это не про нашего генерального директора. Вот на таком обыкновенном диванчике начинается рабочий день нашего босса. Здесь он руководит ежедневными редакционными летучками. А вот и личный кабинет «Святая святых». Здесь, помимо работы, можно даже предаваться самолюбованию. Хороших вам начальников, а значит, светлых будни к ней в календаре. Екатерина Гаськова, Андрей Печоркин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова